Сейчас первые кадры с разбомбленного аэропорта Миза, как можно увидеть на этой видеозаписи по аэродрому передвигается ракетный комплекс дальнего действия С-200. Буквально на неделе на уроке географии мы в школе изучали систему ПВО Сирии. И тут как нельзя, кстати, был нанесен удар. Я воспользуюсь своими контурными картами, чтобы рассказать вам, что к чему. Для начала, конечно, пробежимся по типу ЗРК, которые стоят на вооружении Сирийской Арабской Республики. Особенно подробно я рассказывать не буду, так как каждый из них достойен отдельного выпуска в любом случае. Заострю внимание только на тех особенностях, которые помогут понять сложившуюся ситуацию. Начнем мы, конечно же, с ПВОшных комплексов, предназначенных для прикрытия стратегически важных объектов. Комплекс средней дальности С-75 Волхов. Именно эта модификация поставлялась в Сирию с несколько измененным составом оборудования под названием С-75 Волга. Приблизительно на протяжении двух десятилетий. Достоверно известно, что с 1973 по 1987 год продолжались поставки. Точной информации о каких-то этапах модернизации этих комплексов или о их техническом состоянии на сегодняшний момент нет. Или, правильнее сказать, вообще нет никакой информации о том, что они когда-то модернизировались. Поэтому наиболее вероятно, что на сегодняшний день это самая старая часть системы ПВО Сирии и, вероятно, самая бесполезная. Как с точки зрения своих характеристик, так и, скорее всего, технического состояния. Плюсом является многочисленность, которую, конечно, нужно делить на техническое состояние, опять же. Сам по себе С-ЗРК С-75 и его модификации являются комплексами средней дальности действия, которые предназначены для уничтожения всех видов аэродинамических целей. В зависимости от модификации, допустим, С-75М1, М2, М3, М4 Волхов имеют несколько разные возможности по поражению целей с ЭПР меньше 1 метра, что очень важно в данной ситуации. Например, комплекс С-75 Волхов М2 имеет возможность поражать цели на высоте 100 метров с вероятностями от 0,2 до 0,95. Базовый же вариант С-75 Волхов имеет вероятность поражения цели на высоте 100 метров от 0,01 до 0,43. То есть, в лучшем случае, половина ракет поразит цель на высоте 100 метров, а наиболее вероятно, что не попадет вообще ни одна. Если цель летит на высоте 50 метров, то вероятность стремится к нулю. В случае с Волхов М2 это будет 50 на 50. Стоит также сказать, что Волхов М2 имеет возможность поражать цели с ЭПР 0,3 метра. Опять же повторюсь, какие конкретно варианты Волхов стоят на вооружении сирийской ПВО и каково их техническое состояние, сказать сейчас нельзя. Дальняя граница поражения такого комплекса находится в пределах 56 километров, плюс-минус. Все зависит от того, маневренная ли цель поражается и какова эффективная площадь рассеяния этой цели. Но в данном случае нам это не особо интересно, так как этот комплекс в качестве защиты от низколетящих целей рассматривать не стоит. Комплекс малой дальности С-125 Нева с экспортным наименованием Печора. Комплекс вообще изначально создавался как комплекс ближнего радиуса действия для защиты стратегически важных объектов от низколетящих целей. В те времена, когда он создавался, это был конец 50-х и испытания в 60-м и 61-м году, низколетящими считались цели, которые летят на высотах ниже 100 метров, но не ниже 60-ти. То есть первоначальный вариант комплекса С-125 Нева с большой вероятностью не способен противостоять низколетящим целям, таким, допустим, как Тамагав Глок-4 и французский Скалп. Модификация этого комплекса Печора-2 имеет возможность поражения целей на высотах до 20 метров, но информации о вероятности поражения таких целей нет. Есть информация о том, что вероятность поражения цели СПР-2 квадратных метра, летящей со скоростью 300 метров в секунду на высоте более 100 метров, составляет 0,72. Это уже российская модификация комплекса Печора. Проводилась ли она в интересах Сирии, это неизвестно. Зато известно, что в период с 2008 по 2012 год была осуществлена поставка в Сирию комплекса Печора-2М в количестве 8 пусковых установок. Этот комплекс уже имеет возможность поражения целей с СПР меньше метра. Правда, с какими вероятностями неизвестно. Ввиду того, что неизвестно, какое количество комплексов версии Печора-2М находится сегодня на вооружении Сирийской ПВО, производилась ли модернизация тех комплексов, которые были до этого, на вооружении Сирийской ПВО, допустим, до уровня Печора-2А и так далее, считать комплексы С-125 и те модификации, которые находятся на вооружении Сирии, все целиком и полностью, как основной калибр в качестве защиты от низколетящих целей, я никак не могу. И, конечно, нельзя не сказать о комплексе большой дальности действия С-200 «Ангара». Хотя про него говорить в данном контексте особо не имеет смысла, так как для поражения низколетящих целей он не предназначен. В составе ПВО Сирии это единственный комплекс, который выполняет роль дальнего противовоздушного эшелона. Он очень сильно пригодится, если начнется широкомасштабная операция против Сирии. 9-6 К-6 Панцирь-С-1. Зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего радиуса действия, предназначенный для защиты стратегически важных объектов, в составе эшелонированных построений ПВО. Его главной задачей является уничтожение низколетящих целей с малым ИПР, в частности, противорадиокационных ракет и крылатых ракет, а также других средств воздушного поражения. В Сирии был заключен контракт на поставку 50 таких комплексов, и есть информация, что на сегодняшний день количество комплексов находится в районе от 36 и до 50 соответственно. Переходим, наконец-то, к моему самому любимому. Это, конечно же, войсковые комплексы. И, пожалуй, я думаю, стоит начать с главного героя войны судного дня. Это ЗРК 2К-12 квадрат. Среди всех комплексов, которые находились на вооружении Сирии в тот момент, а это 1973 год, именно комплекс квадрат показал наибольшую эффективность. В среднем полторы ракеты на самолет противника. И вообще он больше всего сбил самолетов, насколько я помню. Хотя, конечно, война судного дня – это отдельная история, но абсолютно всем известно, что именно 2К-12 квадрат показал наибольшую эффективность. Именно благодаря своей подвижности, да и некоторым другим характеристикам. Но это тема отдельного разговора. В любом случае, изначально же он предназначался для поражения всех видов средств воздушного нападения, но не тех, которые летят на высотах 50 метров с огибанием рельефа местности. 2К-12 квадрат является войсковым комплексом средней дальности. Вероятность поражения крылатых ракет в некоторых источниках заявляется от 0,2 до 0,5. То есть для уничтожения крылатой ракеты, как минимум, придется потратить 2 ЗУР на одну ракету. Войсковой комплекс средней дальности следующего поколения, уже 9К-37 БУК, его современная модификация, одна из современных модификаций – это 9К-317 БУК-М2, также стоят на вооружении сирийского ПВО. 9К-37 БУК создавался для обороны войск от маловысотных целей с малым ИПР. Его современная модификация, такая как 9К-317 БУК-М2, имеет возможности перехвата всех видов воздушных целей на высотах от 15 метров и до 25 километров СПР от 0,1 метра. Какое конкретно количество и каково соотношение 9К-37 и 9К-317 достоверно неизвестно, но судя по фотографиям сирийских военных, 9К-317 имеется в достаточном количестве. Войсковые комплексы ближнего радиуса действия, такие как 9К-33 ОСА и 9К-35 Стрела-10 в качестве оружия уничтожения низколетящих целей выступать, конечно, могут, но имеют крайне скромный радиус действия, а также все-таки их главное предназначение состоит не в этом. Их главной задачей является борьба с авиационными средствами поддержки войск противника на линии соприкосновения, допустим, штурмовой авиации в моменты атаки или вертолетов тех же самых. В данном контексте стоит выделить, конечно, только 9К-33 ОСА, который имеет ограниченные возможности по перехвату низколетящих целей. Теперь стоит взглянуть на карту Сирии в общем. Можно заметить, что почти все силы противовоздушной обороны сконцентрированы в западной части страны. Связано это прежде всего с тем, что большая часть населения проживает именно в западной части страны. На юго-западе находится и столица государства. Более того, бросается в глаза и то, что сконцентрированы силы на охране воздушного пространства, по сути, двух стратегических узлов, если так можно выразиться. Это, конечно же, небо над столицей государства Дамаском, а также защита выхода к Средиземному морю. Свои коррективы, безусловно, носят и горный массив Джебель-Ансария, который протянулся на 130 км вдоль Средиземного моря. Часть его на севере находится на территории Сирии, часть на территории Ливана. Это вынуждает расположить противовоздушную оборону для прикрытия направления с моря в предгорьях, где, кстати, и находятся российские зимно-ракетные комплексы С-400 на территории базы Хмеймим. С ними, по соседству, также находится 9-6 К-6. И южнее, в Тартусе, С-300 В-4 Антей, вместе с панцирями также. И, соответственно, это не позволяет комплексам, находящимся в предгорьях у берега, работать в восточном направлении. На высотах есть, пожалуй, одно пригодное место для расположения систем противовоздушной обороны. О нем я рассказывал в своем видео про дивизион С-400 в Масьяве. Рекомендую его обязательно посмотреть, и подсказка сейчас появится. В любом случае, точное количество комплексов С-75, С-125 и С-200 посчитать, конечно, можно. Но я не стал тратить на это время. Предоставляю эту возможность вам. Координаты всех позиционных районов я оставлю по ссылке в описании к ролику, по ссылке на свою группу ВКонтакте. Там вы можете перейти и потратить свое время для того, чтобы пронаблюдать лично позиционные районы и сосчитать количество пусковых установок и ракет, соответственно. Это не так уж и сложно. 14 апреля 2018 года США, Франция и Великобритания нанесли удар по объектам на территории Сирии. Для дальнейшего анализа я буду использовать два источника. Это заявление Министерства обороны Российской Федерации и официальное заявление Пентагона. И да, ждать я не стал особо. Та информация, что у меня есть на вечер 15 апреля, позволяет мне предельно четко сформировать понимание того, что произошло. США нанесли удар с помощью ракетного крейсера Монтерей, это тип Тикандерега, 30 пусков из экватории Красного моря, двух эсминцев проекта Арлиберг, 7 с экватории Красного моря пусков и 23 с экватории Персидского залива. АПЛ типа Вирджиния, это 6 пусков томогавков с территории Средиземного моря. Использовались также бомбардировщики Б-1Б, которые произвели пуск 19 ракетой GM-158 со стороны юго-восточных границ Сирии. Франция задействовала свой многоцелевой фрегат типа Фрем, который произвел пуск трех тактических ракет Скалп. Использовались также самолеты Доса Ультрафаль, которые несли воздушный вариант Скальпа, произвели 9 пусков. Великобритания задействовала авиацию, конкретно по НАВИА Торнадо АйДС, это истребитель-бомбардировщик с заменяемой геометрией крыла, и многоцелевой истребитель Еврофайтер Тайфун. Использовался, соответственно, британский вариант французской ракеты Скальпа, так называемый Storm Shadow. Развели пуск порядка 8 ракет. Сейчас вы видите фрагмент карты с нанесенными на нее целями, объектами и предположительными трассами пролета ракет. Что касается, значит, зон поражения импровизированных зенитно-ракетных комплексов, это такие синие круги на карте, их не нужно воспринимать дословно, конкретно, что это есть зона поражения. Я просто приблизительно показал, что она может из себя представлять. Потому что зона поражения – это довольно сложная тема, это тема отдельного видео. Когда-нибудь, когда я буду рассказывать конкретно про противовоздушную оборону и конкретно про какой-то зенитно-ракетный комплекс, я обязательно этого коснусь, для того, чтобы вы могли понимать, что из себя представляет в целом. Такое понятие, как эффективная зона поражения зенитно-ракетного комплекса по высоте, по дальности и так далее. Это нарисовано приблизительно для того, чтобы дать вам понимание того, о чем я буду говорить дальше. По заявлениям Пентагона, по НИИ было произведено 76 пусков и все достигли цели. Одно из зданий комплекса НИИ полностью разрушено. Из заявлений Министерства обороны следует, что по авиабазе МИЗЭХ было произведено 9 пусков, 5 из которых перехватили. По аэропорту Дамаска 4 и все перехвачены. По авиабазе Думэр 12 все перехвачены. Авиабаза Блэй, я так понимаю, что это Марш Рахиль 18 и все перехвачены. Министерство обороны заявляет, что к НИИ летело 30 ракет, из которых перехватили 7. Также упоминается южный район Дамаска, Джарамана, но не уточняется, сколько туда долетела ракет. Вероятно, подразумевается, что 30 ракет летели к НИИ и к району Джарамана. И конечно, из каждой из вас может задаться вопросом, а кто врет? Я думаю, достаточно наглядно все изобразил и даже не особо догадливые все уже поняли. Дело в том, что подлетные траектории ракет проходили, учитывая плотность построения противовоздушной обороны. Так или иначе, зоник досягаемости таких ЗРК, как 9К37 и 9К317. А также 9.6К6 на базе Мазех и горе Касьюн. Это так, где находится, вероятно, телецентр, как я думаю. Потому что там есть такая характерная башня, ее могли вы видеть на видеозаписи на RT News. В любом случае, все это находится чуть южнее и на запад от НИИ. Те, кто планировал эту операцию, прекрасно понимали, что главную опасность для них представляют войсковые комплексы, о которых я сказал выше. А также ПВОшные мобильные панцирии. Так как все не очень мобильные, знать их точное местоположение до атаки просто невозможно. Единственным вариантом гарантированно уничтожить главную цель, это превысить количество предполагаемого запаса ракет ЗРК на местах. Зная приблизительная вероятность поражения таких комплексов, как 9К317 и 9.6К6. Естественно, атака производилась с разных направлений, и по количеству перехватов можно, допустим, предположить, откуда удар наносился более плотным порядком. Возможно, какая-то часть ракеты была направлена на позиционные районы ЗРК БАС Маршрахиль, аэропорта Дамаска, Думейр и Мизех. Но они имели чисто символический характер. Так как все прекрасно понимают, войсковые комплексы почти никогда на одном месте не стоят. Тем более, в ожидании атаки они неоднократно сменили позицию. Пытаться их уничтожить, это пустая трата ракет. Так что большая часть пролетела в зоне поражения ЗРК, и очевидно, что часть из них была перехвачена. Потому что 76 ракет для уничтожения двух зданий требуется только лишь в одном случае. Для преодоления противовоздушной обороны количеством средств нападений. Нехитрым математическим подсчетом мы можем получить, если взять цифры Министерства обороны. Из 76 ракет, о которых говорит Пентагон, вычесть 27, которых долетело, то есть это 23 Дунии и 4 Мизех. То получается 49. То есть 64% ракет было перехвачено. Оставшихся 27 было вполне достаточно для полного уничтожения НИИ. Это мы можем видеть на снимке. И вроде там одного здания рядом. Информация по этому поводу противоречивая, поступает постоянно. Также на момент записи этого видео у меня, например, нет информации по поводу разрушения в районе Джеромана. Я думаю, что там просто попадали части тех ракет, которые прорвались с повреждениями через Марш Рахиль и аэропорт Дамаска. В итоге мы имеем вероятность поражения низколетящих целей для комплексов 9.6К6 и 9К317 на уровне 0.64, что вполне соответствует действительности. Это также говорит нам о том, что в Пентагоне прекрасно знают о возможностях этих комплексов и количество средств поражения было рассчитано достаточно точно. И да, я не учитывал комплексы С-75 Волхов, С-125 Печоры и Квадраты. Почему? Об этом я уже говорил выше. В любом случае, они, конечно, могли сыграть какую-то роль, но я думаю, она крайне мала. Переместимся на север. Тут расположены, по заявлениям Пентагона, два объекта, которые имели отношение к химическому оружию. Тут, в принципе, ситуация аналогичная, за исключением того, что перехватить ракеты с запада для БВО Сирии было достаточно сложно, если они, конечно, заранее не расположили свои комплексы к западу от озера. В любом случае, Министерство обороны РФ заявляет о перехвате 25 ракет, что, конечно, выглядит странно, поскольку это уже побольше, чем 64% эффективности. С другой стороны, если посмотреть на те цели, которые собирались поразить, а это 3,5 сарая, там много ракеты не нужно. Так что я думаю, что тут стоит уменьшить количество перехваченных в сторону 0,6, и мы получим количество ракет, нужное для уничтожения этих 3,5 сараев. Но если точно, то я вижу, допустим, 3 цели на западе и 1 на востоке, исходя из фото в Google Maps за август 2016 года. Хорошо, пусть 2 дня назад там было 3 здания. Для уничтожения всего этого точно не нужно 29 ракет, БЧ которых может весить от 250, если я не ошибаюсь, до 450 килограмм. Объясняется, на мой взгляд, это только тем, что расчет, опять же, был на то, что как минимум половина ракет может быть перехвачена. От позиции дивизиона ЗРК С-400, которые севернее Масьяфа, до места этих событий порядка 55-60 километров. Конечно, существует очень малая вероятность того, что ракеты, запущенные с Рафалией, например, пролетали через Низменность в районе Тель-Калах, например. Хотя это абсолютно не факт, они могли проделать свой путь и через долину Бека на территории Ливана. Могли ли увидеть с учетом превышения над уровнем моря со своих позиций севернее Масьяфа низколетящие цели РЛС С-400? Вопрос очень сложный, здесь нужно курить топографическую карту и прям по миллиметрам все рассматривать. Даже если бы и увидели, то поразить цель на такой дальности, по сути, вдогон, да еще и на такой высоте, не способен, вероятно, ни один комплекс на планете. По крайней мере, не над морем, это уж точно. Гораздо более интересным вопросом является то, что делали фрегаты проекта 11356, которые за пару суток до атаки покинули Тартус и ушли в море. В корабле Черноморского флота РФ был отличный шанс занять позиции где-то южнее Тартуса, например, и использовать комплекс Штиль-1, ну хотя это, конечно, уже другая история. Стоит еще и сказать о том, что очень странным выглядело заявление Министерства обороны по поводу того, что активность французских самолетов не была замечена. Я не знаю, с чем это может быть связано. Я очень много за последние два дня прочитал разных новостных лент и очень сложно, с каждым днем все сложнее и сложнее становится отсеивать мусор и в какой-то из новостных лент мне попадалась информация о том, что именно французская сторона предупредила российское руководство, Российскую Федерацию о готовящемся ударе за какое-то время непосредственно до того, как он произошел. Не знаю, правда это или нет. В любом случае, мне абсолютно нассать на подобные высказывания Министерства обороны, да и всех остальных вместе взятых, потому что то, что мне нужно было узнать, я узнал из того, что сказала и Министерство обороны, из того, что сказал Пентагон. В принципе, я абсолютно доволен той информацией, которая у меня на сегодняшний момент есть. И для меня абсолютно не важно, что само по себе означает вот это высказывание, что не была замечена активность французских самолетов и так далее. Это абсолютно никакого значения не имеет. Пожалуй, подходя к концу, стоит сказать лишь спасибо Научно-исследовательскому институту приборостроения имени Тихомирова и, конечно же, Конструкторскому бюро приборостроения имени академика Шипунова за то, что производят такие комплексы, как БУК М-2, их модификации, и Панцирь С-1. Благодаря этим комплексам в случае ширкомасштабной операции в Сирии, Соединенным Штатам и Коалиции в целом придется столкнуться с одной из сильнейших систем противовоздушной обороны среди тех, с которыми они когда-то воевали вообще в истории. И в любом случае будет либо большой расход томогавков и впоследствии самолетов, так как войсковые комплексы и панцири вокруг Дамаска придется искать методом тыка. В общем, всем спасибо, все свободны.